У нас 5 самых страшных русских легенд, часть 2. Легенда о баннике. Банник — это мистическое существо из русского фольклора. Домовой, который живёт в бане. И ночью баня полностью принадлежит ему. Если потревожить банника, то последствия могут быть самыми печальными. Баня всегда имела огромное значение для славянина. В нелёгком климате это было лучшее средство избавиться от усталости, а то и изгнать болезнь. Но в то же время это было таинственное место. Здесь человек смывал с себя грязь и хворь, а значит, оно само по себе становилось нечистым и принадлежало не только человеку, но и потусторонним силам. Как и во всяком месте, здесь обитает свой дух. Это банник — особая порода домовых. Недобрый дух, злобный старикашка, облачённый в липкие листья, отвалившийся от веников. Верят, что банник всегда моется после всех, и только грязной водой, смытой с людских тел. После трёх перемен посетители в бане моются черти, лешие и сами банники. Если кто-нибудь в это время пойдёт париться в баню, то живым оттуда не выйдет. Черти его задушат, а людям покажется, что тот человек угорел или запарился. Это поверье о четвёртой банной смене было распространено на Руси повсеместно. Добивается расположение банника тем, что оставляет ему кусок ржаного хлеба, густо посыпанного крупной солью. Банники любят внимание и заботу. Многие рассказывают, как проходя ночью мимо бани, слышали, с каким озорством и усердием хлещутся там черти. И при этом жужжат, словно разговаривают, но без слов. Один прохожий осмелился и закричал, прибавьте пару, и вдруг всё затихло. А у него самого мороз пробежал по телу, и волосы встали дыбом. Банник старается быть невидимым, хотя некоторые и уверяют, что видели его, и что он старик. Недаром же они прожили на белом свете и русском мире такое неисчислимое количество лет. Разобранная церковь Это реальная история о призраках, которые появляются в Калуге, на улице Ленина. Жильцы дома по улице Ленина 100 в Калуге утверждают, что возле их дома постоянно появляются призраки. Обычно это происходит в конце октября, в начале ноября. В разных частях здания то тут, то там видят странные тёмные силуэты. Животные начинают вести себя тревожно, а люди в здании ощущают леденящий холод и безосновательный страх. Всему виной история здания. Ещё в 17 веке на этом месте стояла деревянная церквушка, которую потом переделали в каменную. Это был храм с пятью куполами. Храм был закрыт в 1930-х годах, когда властям взбрело в голову снести храм, а на его месте построить жилой дом. Храм разобрали, часть кирпича пошла на строительство соседнего детского сада. Подвал решили оставить, устроив из него котельную. При обустройстве той самой котельной были обнаружены захоронения священнослужителей. Их останки увезли в неизвестном направлении. Как известно, тревожить могил усопших – большой грех. Вот никак и не успокоятся потревоженные души священнослужителей. Призрачный кот с Тверской. Это фантом огромного кота, который можно встретить в Москве на Тверской улице. Для того, чтобы увидеть призрак, не обязательно далеко ехать. Россия – мистическая страна, где призраки встречаются буквально на каждом углу. Если вам не терпится встретиться с чем-то необъяснимым, вам достаточно посетить столицу и в поздний час погулять на знаменитой Тверской улице. Людская молва гласит, что на Тверской улице появляется призрак огромного черного кота. По свидетельствам очевидцев, он несколько раз в месяц выпрыгивает из стены одного из зданий. Гуляет немного по улице, переходит улицу и просто испаряется в воздухе. Либо исчезает в стене здания на противоположной стороне улицы. Данное явление происходит исключительно по нечетным числам. И появляется кот на нечетной стороне улицы, между станциями метро Пушкинска и Маяковская. Чаще всего фантом можно встретить у музея революции, который расположен по адресу Тверская, 21. Существование призрака – факт, который занесен в международный справочник по привидениям. Дело в том, что этого кота видели не только сотрудники музея, но и один из его директоров. Так как сотрудники, а уж тем более руководитель солидных учреждений, не склонны к выдумкам, существование кот с Тверской никто особо не оспаривает. Видят его регулярно, как простые гости столицы, так и местные жители, дворники и рабочие. Призрак кота с Тверской – не злобный призрак. Более того, говорят, что встреча с ним сулит большую удачу. Правда, увидеть его довольно сложно. Придется долго караулить его по ночам, чтобы не проморгать свою удачу. Однако, не стоит стоять у призрачного кота на пути. Если он пройдет сквозь вас, скорее всего вы потеряете сознание. Как утверждают некоторые очевидцы, другого вреда не будет. Это жуткое, недостроенное здание в районе Хаврина, в Москве. Это здание окружено легендами и мистическими историями. По легенде, больница была построена на месте старого кладбища. Другие утверждают, что на этом месте было болото, что скорее всего соответствует действительности. Геолога-разведка ошиблась в расчетах, и почти уже полностью построенная больница стала медленно погружаться в грунтовые воды. Этот процесс продолжается и по сей день. Первый этаж больницы уже почти полностью под водой. В 1985 году строительные работы свернули, и больница была заброшена. С тех пор дурная слава не покидает этих стен. Множество легенд и истории породило это место. Те, кто побывал там, рассказывают о криках и плаче детей, разносящихся по коридорам больницы, об увиденных призраках и необъяснимых явлениях. Одна старушка потеряла своего любимого пса и отправилась искать его в больницу. Там она нашла изуродованное тело своего любимца и отнесла его в милицию. Милиция устроила засаду в больнице, но виновников гибели пса так и не нашли. Тогда бабушка сама решила выследить убийцу и ее пса, но угодила в одну из дыр в полу больницы. Сломав себе ноги, она долго и мучительно умирала, пойманная в ловушку. Так констатировали врачи, которые позже обследовали тело. В больнице действительно множество дыр и трещин, в которых и по сей день находят трупы людей и угодивших туда животных. Череда смертей никогда не прекращалась в этом проклятом месте. Молодой парень, подросток по прозвищу Край, прыгнул с восьмого этажа в шахту лифта. И теперь по местной легенде его дух охраняет вход в шахту. Существует легенда и о добром духе, который помогает попавшим в беду людям и выводит их из больницы. Сегодня Хавринская заброшенная больница является обиталищем бомжей, паломничества различных групп, готов, панков, ну и так далее. Бывалые сталкеры говорят, что нельзя ходить в больницу поодиночке. Лучше большими группами, человек по десять. Девушкам туда лучше не соваться вообще. Внимательно смотреть под ноги и взять что-то для самообороны. Если вы все же решитесь посетить эти места, не вините никого, если вы больше не вернетесь. Потому что, как гласит одна из надписей на стенах недостроенного здания, больница – это край чудес. Зашел в нее и там исчез. Легенда о пиковой даме Многим известно с детства, большинство так или иначе что-то слышали о этой легенде. Некоторые даже пытались вызывать пиковую даму. Есть кто не рискнул и испугался. Но немногие знают, кто на самом деле эта пиковая дама. Существует ли она на самом деле, или является плодом воображения. Во многом, легенда о пиковой даме совпадает с легендой о кровавой Мэри. И является отечественным ее воплощением. Существует много различных историй возникновения пиковой дамы. Суть большинства из них сводится к тому, что легенда о пиковой даме пошла от карточной колоды, где была изображена женщина. То ли изображалась она как-то зловеще, то ли масть пик своим черным цветом символизирует зло. Но пиковую даму стало принято отождествлять с ведьмой, несущей неудачи. Если верить в материальность мысли, может ли легенда, наделенная таким количеством негативной энергии, стать чем-то настоящим, действительно, а не из нашего мира, воплощением того, во что мы верим? Вероятнее всего, да. Существует множество способов вызова пиковой дамы. Но вот зачем люди вызывают ее? С какой целью? Кто-то верит, что она исполняет желание, а для кого-то это всего лишь детская забава и развлечение. Так или иначе, стоит помнить, что вызов существа не из нашего мира, не является безопасным развлечением. И не факт, что призванная сущность окажется дамой, а не духом, желающим отомстить за то, что вы потревожили его покой. А на этом у меня все. Если понравилось видео, то ставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить продолжение. С вами был Зомби Чез. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok